Прозвучал третий звонок. Просим вас занять свои места и подключить мобильные телефоны. Мы начинаем. Пятый ряд, четвертое место. Пятый фестиваль «Новосибирский транзит» проходил в Новосибирске с 22 по 30 мая. За время своего существования он обрел репутацию, укрепился в статусе одного из главных театральных форумов России. Тем серьезнее кажется награда, которую мы будем сегодня обсуждать. Лучшим спектаклем была признана постановка пианистов в театре «Глобус». И актриса Светлана Грунина, исполнившая роль в пианистах, получила приз на лучшую женскую роль. Она прямо сейчас у нас в студии. Доброе утро. Светлана, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Во-первых, мы вас, конечно же, поздравляем. Поздравляем. Спасибо большое. Ура, это счастье. Это не первая награда в театре. У меня есть еще парадизм за лучшую роль в детском спектакле. Спектакль «Полиана». Вы играете главную роль. Да, за главную это называется, за главную роль. Это когда героя зовут так же, как называется в спектакле. Я получила эту награду в 2013 году. Ну, а что касается пианистов? Да, ура, это счастье. Я безмерно счастлива, что так высоко жюри оценила. Расскажите о своей роли в пианистах. Что она вам принесла нового, какие-то переживания, что-то, может быть, не удавалось сразу, что-то сразу прям влилось. Или она вам прям легко на одном дыхании дала? И вообще мнение о спектакле самом, да. Мы тут слышали, там приходили режиссеры, уже отзывались. Приходили главные режиссеры трех разных театров из разных городов. И все как один говорили, что пианисты – это прекрасно. О, да, да, это прекрасно. Я могу сначала рассказать про свою героиню? Давайте. Героиня, ее зовут Аня, это молодая пианистка. Это очень острый, тонко чувствующий человек, она чувствительная, и она любит и жалеет всех, кроме себя. Она не позволяет себе и другим людям любить себя. Считает, что она этого не достойна. И она живет по плану, который для нее… план, который создал для нее ее отец. Он очень много дал ей, и она боится не оправдать его надежд. И это ее движущая сила. Она, чтобы добиться ее успеха, она должна быть беспощадной к самой себе. И у нее уже все получается? Какой перелом происходит? Она безумно талантливая. Перелом заключается в том, что она осознает это, что она… Слишком нагибает палку, да? Она не живет так, как хочет она. Она все свои награды, да, она воспринимает как должное и не дает себе времени порадоваться за это. Погодиться с собой. И поюбить себя. Да, и почувствовать жизнь. И сделать то, что хочет она. А перелом в том, что когда она это осознает, она понимает, что внутри у нее ничего нет. Она соткана из амбиции отца и желаний других людей. Да, это ужасно. Но что касается самого спектакля. Мы слышали такое мнение, что он не для всех. Ты согласна с этим? Да, конечно, безусловно. Но если зритель, который придет настроиться на диалог с нами, то, мне кажется, случится счастье. Там нужно очень следить за тем, что происходит, и слушать, и чувствовать, и быть с нами в контакте. Это порой не каждому зрителю под силу, потому что бывает, ты приходишь и хочешь получить какое-то удовольствие, не принимая особого участия. А в этом спектакле мы требуем их глаз и их отклика. И не всем это по силу, не всем это нравится. Понимаете? Вы же уже не один раз его сыграли, да? Да. Что вы видите? Есть отклик? Есть желание присоединиться? Вы знаете, ну, каждый спектакль проходит по-разному, разные зрители у нас попадаются. Конечно, безусловно, в зале всегда есть тот самый человек, который... Кстати, это тот спектакль, который можно два и три раза посмотреть. Да, вы знаете, у меня вот совсем недавно произошло общение с молодым журналистом. Он сейчас как раз заканчивает свой институт. И он сначала вот пришёл один раз на спектакль и написал мне, ну, у нас такое общение, он написал мне, что ему не хватит сил прийти ещё раз, чтобы всё это пережить. Но что-то прошло где-то недели-две, и он сказал, я решился и посмотрю ещё раз. И потом он мне пишет, боже, я столько всего нового открыл, то есть то, что я не увидел в первый раз, я прочитал и понял для себя что-то новое. И говорит, я хочу ещё раз сходить, чтобы ещё что-то увидеть, то, чего я не заметил в те разы. Это фильм «Бойцовский клуб», его нужно несколько раз смотреть. Это Кирилл Чемпин. Да, да, я знала. Замечательный человек, удивительно. Мы с ним болтаем. Он «Залужку» раз в 500 смотрел. И каково было его удивление, он смотрел «Залужку», ещё какие-то прекрасные спектакли со мной, и потом он пришёл на авуст графства Осидж. Там я, мне доверили трудного подростка, и он был в шоке, что такое несоответствие. Потом он был на «Саншайн Бойц», там вообще совершенно другой образ, и он был поражён этим, что... Я думаю, что Кирилл у вас полюблён слегка. Я думаю, да, есть. Саншайн Бойц сейчас смотрел, а кого вы там играли? Я играла медсестру в «Скетче», у меня две коротенькие. О, да, это... Вы меня отъели, так-то. Это очень крутой костюм. Да. Вот так вот мы серьёзно в пианисту пришли на что-то костюм Саншайн Бойц. Да. Что вы так обижаете Светлану, Александр? Что там, кроме костюма, ничего крутого не было, что ли? Это была не главная роль просто у Светланы. Вот. Там вообще-то. Вот мы уже несколько ролей ваших обсудили. Да. А что, если я спрошу, какая из них больше похожа на вас в реальной жизни? Вы знаете, я в каждой роли нахожу что-то своё. А вот в пианистах что вы нашли? Она очень сложная парадигма чувств. Мне вообще, когда вы перечислили всё, что чувствует этот человек, всё, что он пережил, мне кажется, можно просто эмоционально умереть после этого спектакля. Честно говоря, сыграет роль. Ну что там? Я думаю, я умерла и возродилась вновь, как птичка Феникс. А вы хотите, чтобы я называла вам, что именно мне близко? Да. Нет, это слишком интимная вещь. Ну, я хочу сказать вам, что я её очень понимаю. Всё. Хорошо. Давайте портфельм. Она мне очень дорогая, я люблю её. Люблю Аню. Чтобы хоть кто-то её любил, да? За то, что она такая искренняя и... Да. Хорошо. Спасибо. После рекламы вернёмся. Светлана Грудина у нас в гостях, актурица театра «Глобус», собственно, и... Ура, здравствуйте. Да. Недавно она получила приз за лучшую ирландскую роль на фестивале «Новосибирский транзит», за роль в пианистах, за роль Анны, которая очень тонкого душевного содержания, девушка, и такая же тонкая, мне кажется, Светлана по натуре, хотя мы лично не знакомы, но мы хотим немножко вас раскрыть. Хотим познакомиться. Хотим познакомиться с вашим тонким душевным содержанием. Давайте. Что-что-что-что? Мы хотим, чтобы прочитали нам что-нибудь творческое. Покажем слушателям, что у нас всё-таки... Для тех, кто давно не был в театре, в частности, в театре «Глобус», прямо сейчас, кусочек творчества. У нас актриса в студии. Да, это Светлана Грунина. Ой, я бы хотела прочесть стихотворение Бориса Рыжего. Это один из любимых моих поэтов. И именно сейчас то состояние, в котором я сейчас пребываю, и это стихотворение, оно попадает в меня. Вот, слышно. Над домами, 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 голубые висят облака. Вот они и останутся с нами. На века, на века, на века. Только пар, только белое в синим. Над громадами каменных плит. Никогда, никогда мы не сгинем. Мы прочней и нежней, чем гранит. Пусть разрушатся наши скорлупы. Геометрия жизни земной. Оглянись. Поцелуй меня в губы. Дай мне руку. Останься со мной. А когда мы друг друга покинем, ты на крыльях своих унеси. Только пар. Только белое в синим. Голубое и белое в синим. Спасибо. Светлана, вы аплодируете в самолете при просадке? Нет, я этого никогда не делаю. У нас просто опрос был на эту тему. Похлопали и вспомнили процесс. Самолет это единственное место, где актеры аплодируют, а не им аплодируют. Нет, я никогда не аплодирую, потому что я думаю, что человеку, который ведет самолет, пилот, да, я думаю, что ему неприятно, когда ему аплодируют, потому что ведь это, это, ну, он всегда посадит самолет. Это его работа, он профессионал, конечно. И что очень странно, что, ну, считает, что это заслуга, да, какая-то? Да, да. Для него это в порядке. Интересного мнения у нас его не было. Да, я думаю, что ему не нужны аплодисменты, он так знает, что он крут. Ну, к театру давайте, будем возвращаться. Давайте, давайте. Как пришли в профессию, Светлана, вообще, как в театр «Глобус» в частности попали? Как я пришла в профессию? Это был седьмой класс. Я профессионально занималась танцами. И для Норильского заполярного театра имени Маяковского нужны были танцующие дети. И я прошла кастинг. Вы из Норильска? Да, я из Норильска. А вам дети? Да. И я прошла кастинг и оказалась там внутри. И спустя несколько месяцев ко мне подошел главный режиссер Александр Маркович Зыков, чему я очень благодарна. Этот человек увидел что-то во мне. Он подошел ко мне и предложил сыграть в главной роли спектакль «Поли Анна». Тот самый. Тот самый. Да, и спустя десять лет, да, я его играю вновь, уже сколько, уже даже не десять, уже четырнадцать лет прошло, я вновь играю его уже на сцене своего театра. Но это была драма в двух действиях. И тогда, вы знаете, когда я оказалась там внутри, когда начался репетиционный процесс, я ощутила всю исцеляющую силу театра. Тогда был у меня приходный возраст, и я уже начала плохо учиться. Вот. Но когда я... Это еще репетиции днями и ночами. Ну, в общем, справочку получила. Вот, знаете, в том-то и дело, что когда я вышла на сцену и получила эту энергию и любовь от зрителей, и я с этой энергией, с этой любовью шла в школу, и я верила в то, что мне все под силу, и, вы знаете, я все стала успевать, и я стала хорошо учиться. И театр — это какое-то волшебство. Это волшебство, и в самые трудные моменты в моей жизни всегда спасала меня любовь к театру. Да, это что-то невероятное. И после школы вы поступили в университет театральный? Да, вы знаете, и в тот момент... В Норильске? Нет, в Норильске нет театрального института. Я... Театр с гордым названием Норильский заполярный театр имени Маяковского. Да, да. Вы знаете, да, в тот момент я просто поняла, кем я хочу быть, потому что все это время я мечтала стать хореографом. Но когда я очутилась на сцене, я поняла, что... Лучше, чем танцы. Да. Это лучше, чем всем. Близкая профессия. Вы же можете это применять. Да, да. Конечно, конечно, конечно. Да, конечно. Это навык, которым я обладаю, и он словно важен. Что было дальше? Куда вы поступили? Как оказались здесь, в Новосибирске? Что было дальше? Дальше было то, что в девятом классе, в пятнадцать лет, я уехала из отчего дома в Санкт-Петербург и заканчивала там десятый-одиннадцатый класс, потому что я хотела поступать там в театральный институт. Да. Ой, там академия. Театральная академия. Да. Но я понимала, что мне нужно как-то сначала обжиться, почувствовать город, чтобы мне не было так тяжело. Ну, знаете, сразу и новый город, и поступление. Вот. Поэтому я десятый-одиннадцатый класс заканчивала там и пробовалась. Пробовалась. И я прошла отбор в пятьдесят тысяч человек. Нас осталось пятьдесят человек и тридцать взяли на курс. А я была в той двадцатке, из людей, которых не взяли. А был уже июль, и я понимала, что ни в какой другой институт я не могу и не хочу поступать. И я год прожила в Санкт-Петербурге и ещё готовилась, занималась своим самообразованием, читала книжки, посещала театры, подрабатывала консультантом по косметике Мёртвого моря в Рифгоше. Вот так. Вот. И потом пробовала снова. Пробовала снова в Санкт-Петербург и ещё я пробовалась в Москву. Какая настойчивая. Да. Да, да. Вы знаете, я обладаю несгибаемым упорством, потому что это для меня важно. Но в итоге... Вот. И в Санкт-Петербург, Москва я поступала. Тоже там в Москве с прослушиванием меня сразу взяли на третий тур. Я так нравилась мастеру. Но случилось так, что... Пошёл другой мастер всё использовала. Нет, был конкурс, о котором меня не оповестили. Это был танцевальный конкурс, который я бы с лёгкостью прошла, конечно же. Но почему-то мне никто не позвонил и не сказал об этом. И я об этом не знала. И я не добрала нужный балл. И тогда мне мастер сказал, что он очень хочет видеть меня на курсе, но могу ли я на платном учиться? А я себе дала себе... Ну, такую поставила себе установку, цель, что я буду учиться на бюджете. Я не хотела бы, чтобы разобраться родители тратились. Это очень дорогое... Театральное образование, оно очень дорогое. И я бы не хотела, чтобы родители оплачивали мою учёбу. Вот. И я сказала, нет, я не буду учиться на платном. Забрала документы и ушла. Я помню, шёл дождь, очень сильный ливень. Я иду, плачу. Кино. Да, да, да. Да. Я звоню родителям и рассказываю о том, что мне предложили на платное. И мама говорит, дура, мы бы тебе, мы бы оплатили, зачем ты забрала документы? И я сказала, нет, я буду учиться на бюджете. И потом, ой, это тоже было уже, это уже было начало июля, и потом мы с моей подружкой стали обзванивать просто театральные институты по России, какие есть, и в которых до сих пор идёт отбор. Да, да. Да. И так получилось, что, ну, я не знала вообще этот город, Екатеринбург, и у меня не было там знакомых. И мы позвонили туда, там были уже вторые туры. Я сказала, что я слетела с конкурса, и меня позвали, я пришла, прочитала свою программу, и меня взяли на бюджет. И я отучилась там 4 года. А как я попала именно в театр «Глобус», за полгода до окончания театрального института я стала обзванивать и писать театры, в которых я хотела бы служить, и «Глобус» как раз был среди них. И мне написали, что будет набор, кастинг. Я ещё тогда училась в театральном институте, я приехала, прочитала свою программу и уехала в Екатеринбург. Дальше, ну, учиться. И на следующий день мне позвонили и сказали, что я принята в театр «Глобус». Всё, привет, Новосибирск. Да, да, отлично. Да, да, отлично. Несмотря на то, что мы сейчас услышали такую интересную, большую историю, по-хорошему длинную, по-хорошему длинную, мы хотим ещё одну, но короткую, и так, чтобы было смешно. Да, забавно, круто, смешно. Да, смешно. Да, давайте. Ну, не знаю, степень забавности у каждого человека разная. Давайте. Мой папа, он работал в тундре, он машинист буровых установок, и он 15 дней работает, работал, и 15 дней отдыхал. И вот как-то раз он уехал на 15 дней и сказал мне такую вещь. Света, заправь постель, приду, проверю. Ну, конечно же, я не стала заправлять постель, потому что он уехал на 15 дней, да. И тут через 4 часа после того, как он уехал, я слышу, как поворачивается ключ за мощной скважиной, и я понимаю, что погода нелётная, и он никуда не уезжает. И я почему-то... Я не знаю, что мной движело, вообще меня, ну, родители не ругают за какие-то проступки, но почему-то я начала судорожно собирать свою постель, а у меня была такая кровать-малютка, постельное бельё хранится, ну, внутри этого дивана. Я открыла крышку и начала судорожно туда впихивать это бельё и задела рукой пружину, которая держала вот этот верх, и со всей силой крышка упала мне на голову и прищемила меня. Прищемила и так, и так, в 12 лет, в 19.00 вечера я сломала нос, заправляя кровать. Кошмар, кошмар. Ужас, она ещё смеётся над этим. Светлана Крунина открылся в театре «Глобус». Спасибо. Ура, спасибо вам. Атмосферу. Ещё раз поздравляем с тем, что получили приз за лучшую женскую роль. Мы тоже всем говорили. Спасибо. Халавая Аба, Настя. Александр Часовитин. Лиолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока. Ура.